Пятый канал представляет Удачи! Доброе утро! Доброе! Вы знакомы? Вы… Владимир. Базами данных занимаетесь. Ого! Что, вы уже боитесь меня? Да нет еще пока. Но, действительно, в том числе и базами данных занимаюсь, да. А вы? Я Эмма, работаю в геймдеве. Точно, точно, я вспомнил. Ну, компьютерные игры – это интересная сфера, но не моя. Я вот уже пять минут пытаюсь сыграть в игру «Дождись Калифта». А, ну тут бывает, да. Можно прогуляться пешком. А, нет, не нужно. Едет. О! Пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Не трогайте, не трогайте ничего. Господи. Девушка. Что с ней? Скорую вызывайте. Девушка, скорую вызывайте. Девушка, скорую вызывайте. Быстрее скорую вызывайте. Господи. Да, да. Окей, спасибо большое. Ты телефон сможешь восстановить? Я попробую, Павел Ильич, зависит от степени повреждений. А ты постарайся, пожалуйста. Разумеется. Ну, какие новости? Какие новости? Значит, смерть уступила вследствие внезапно развившегося приступа удушья. Ну и, соответственно, остановки сердца. Внешних признаков отравления или аллергических реакций я не вижу. Но, надеюсь, вскрыть она поможет. Кузя! Да? Тут следы такие есть, как будто бы она билась об стенки лифта. Может, поэтому телефон разбила? Вот именно. Между прочим, у нее и ногти сломаны. Вот, посмотри. Да. Так, фото жировые и отпечатки с тех-то я снял. Павлович! М? Там камера в лифте есть. Я посмотрю, что туда попало. Посмотри. Послушайте, это просто какой-то бред. Регина не должно было быть в лифте, у нее каустрофобия. И давно это с ней? И что спровоцировало, потому что каустрофобия врожденной не бывает? Началось три года назад. Ай, тише, тише, тише. Я там два часа проторчала. Уже задыхаться начала. Потом мне стало казаться, что стены, потолок сжимаются. И меня расплющат в лепешку. Думала, что этот лифт станет для меня лифтом на небеса. Жесть какая, Региш. Да на них суд подать надо. Она застряла в лифте на работе. И после этого случая вообще никогда лифтами не пользуется. Она вообще должна была ждать меня в кафе. Я не понимаю, что она здесь делает. Делала. А вы сами сюда зачем приезжали, Эмма? Я приезжала к Вадиму Васину. Глава кредитного отдела этого фонда социально значимых инициатив. Вадим Сергеевич, скажите, Эмма у вас здесь была впервые? Здрасте. Вы кто? Это со мной. Вы отвечаете. Здесь, да. А вообще я с ней уже встречался. У мэрии и профитуры разрешение мы получили на строительство центра для детей и подростков из малообеспеченных семей. Многие просто мечтают заниматься киберспортом, но у них нет возможности. Нужны мощные игровые компьютеры и высокоскоростной интернет. Инициатива вполне себе благородная. Чем мы можем помочь? Ну, сами понимаете, мы не справимся. И нам нужно дополнительное финансирование, чтобы закончить стройку. Эмма выслала мне на почту всю документацию по проекту. И мы договорились о встрече. Угу. И сколько длилась беседа? Около часа. Мы сошлись на том, что для получения кредита нужен перспективный план развития центра киберспорта на ближайшие два года. А вы все время находились здесь? Никуда не выходили? Один раз выходил. Извините, в туалет. О, конечно. А кто вас отвечает за состояние лифтов в здании? Инженер Данилов. Он редко сидит в своем кабинете. Посмотрите во дворе. Там все технические службы. Ну, ясно. Павлович, пойдемте. Дело километр. Кузя. А, конечно, конечно. Усек? Всего доброго. До свидания. До свидания. Так. Данилов Никита Николаевич? Да, так точно. Вы, я так понимаю, из полиции. Совершенно правильно понимаете. Петровская РОВД, лейтенант Кузьмин. Майор Шапошников. Это наш замначальник. Пока ничего сказать не могу. Я думал, проблемы в электросиловом кабеле. Но, похоже, здесь все в порядке. А лифт во сколько остановился? Когда это было? В 11.35. В 11.35. Теперь понятно, почему, когда мы подошли, мы не слышали ни криков Регины, ни ударов в стенки лифта. Когда мы подошли к лифту, она уже была мертва. Понимаете, у нас компьютерная система управления лифтами. Я думаю, не хакерская ли атака? А у вашей сети есть выход в интернет? Разумеется. Ну, куда сейчас без интернета? Так, нам понадобится… Нам понадобится доступ ко всей системе управления. Да, и еще… И еще запись из камер наблюдения, в том числе и из кабины лифта. Правильно, Павел Ильич? Угу. Только я подумал, что… А это я уже выяснил. Разумеется, я все предоставлю. Само собой. Ага. Спасибо большое. Ага. Да… А чего нам только не хватало, так это лифтов-убийца. Интересно, что будет в следующем? Электромясорубка. Тоха, умеешь ты жутье нагнать? Дима, что по экспертизе? Слушайте, ну, смерть вследствие клаустрофобии подтверждается. Из-за панической атаки у Регины произошел выброс адреналина в кровь, до предельных значений подскочили пульс и артериальное давление. В общем, сердце не выдержало. Да. Володя, а что с видео камеры из лифта? Нет, Андрей Борисович, камеры отключили внешней командой, и я еще разбираюсь с их системой управления лифтами, там все не так просто. Вот. Но есть видео с камер наблюдения у входа в офисное здание. Вот. Ну, по крайней мере, видно, что Регина в здание зашла сама, никто ее силком не тащил. Ну, в здание-то она зашла сама, но в лифты могли ее затолкать насильно. Ну, тут проблемы, Тимур, это никак не проверить. Есть камеры в фойе, но площадку с лифтами они не захватывают, там мертвая зона. А что у нас вообще есть на Регину и на ее подругу Эмму? Секунду. Значит, Селиванова Регина Викторовна, 28 лет, не замужем. Она из семьи среднего достатка получила высшее экономическое образование, и дела у нее пошли в гору. Она являлась владелицей фабрики компьютерных интеллектуальных игрушек IQ. Ну, выгодненькая невеста? Ну, вот по поводу женихов и вообще личной жизни никакой информации я не нашел. Теперь по поводу Липатовой Эммы. Ей тоже 28, она не замужем, занимается разработкой компьютерных игр, является учредителем ООО «Юзернейм». Тоже никакой личной информации я не нашел, и вообще на подруг ничего криминального. Я вот что понять не могу. Почему никто в этом офисном здании не слышал криков Регины? Ну, и, соответственно, не пришел ей на помощь. Такое время раннее, Андрей Борисович. Посетителей, видимо, было мало, но служащие находились у себя в кабинетах. Даже если слышали, то не обратили внимания. У всех дела, суета, заботы. Да. Так с чем мы имеем дело? Несчастный случай или все-таки спланированное убийство? Ну, для несчастного случая как-то слишком много совпадений. Я думаю, что Регину в здание позвала Эмма. Возможно, телефонным звонком. Например, когда Васин вышел из кабинета. Я проверил распечатку звонков. Через мобильную связь Регине в это время не звонили. Вот. Ну, может быть, позвонили через мессенджер, но данные с ее смартфона пока восстановить не удалось. Ну, значит, делаем так. Тимур, Антон, езжайте в кафе, где Регина ждала Эмму. И разбирайтесь там на месте. Разберемся. Естественно. Добрый день, девушка. Капитан Булнов. Старший лейтенант Ветров. Ого, у нас что ж тут не так? Да нет, лично к Вам никаких претензий. Нас интересует вот эта девушка. Она должна была сегодня к Вам зайти в кафе. А, да, я ее помню. Так, ну и что, она тут с кем-то встречалась, общалась? Нет, но ей звонили. Причем не на ее мобильный, а на наш городской телефон. Я поэтому ее и запомнила. А, вот с этого места поподробней. Ну, позвонила какая-то девушка. Объяснила, что не может дозвониться подруге на мобильный. А писала эту девушку. Сказала, что подругу зовут Регина. Я ее к трубке и пригласила. Так, а дальше что было? Ну, Регина выслушала, что ей говорят. Сказала, сейчас. Расплатилась и ушла. В застревшем лифте в офисном здании умирает Регина Селиванова. Есть подозрение, что лифт остановился по причине хакерской атаки на систему управления. Подруга погибшей, Эмма Липатова, утверждает, что Регина страдала тяжелой формой клаустрофобии и лифтами не пользовалась. Оперативники устанавливают, что Регину в здании вызвала телефонным звонком. Неизвестное. Алло, Владимир. Да, Эмма, у вас что-то случилось? Ну, как вам сказать? Я зашла в то кафе и села за тот самый столик. И мне аж поплохело. Не знаю, потихонечку схожу с ума. Скажите, вам удалось узнать, что произошло? Ну, давайте не по телефону. Лучше я к вам подъеду в кафе и все обсудим. Да, было бы неплохо. Хорошо, буду через полчаса. Ну, кто мог позвонить Регине? Надеюсь, вы не думаете, что это я? Лично я не думаю. И еще, Эмма, предлагаю для удобства коммуникации перейти на ты. Я согласна. Вот смотрите. Смотри. Телефоны, звонки, мессенджеры. Я никому не звонила и не писала. Пожалуйста. Эмма, я тебе верю. Смотри. Звонили на городской телефон с какого-то левого номера. И, возможно, я подчеркиваю, возможно, говорили твоим голосом, но сама понимаешь, подделать голос сейчас не проблема. Есть у тебя какие-то мысли на этот счет? Мне кажется, я догадываюсь, кто это мог сделать. Ты врешь мне прямо в глаза? Кто он? Как его зовут? Егор, я не понимаю. Еще раз рядом с Региной увижу и убью, понял? Жесткая ты. Я выросла на улице и считалась трудным подростком. Поэтому все эти уличные драки, разборки для меня – обычная тема. Понятно. Так, а что за фрукт этот, Егор? Горький и невкусный. Такой же программист, как я и ты. Регина на него год угробила, и он казался абьюзером, манипулятором, альфонсом. Плюс ко всему еще увлекался мобильными пранками и хакингом небрезговым. Даже хакингом? Угу. Понятно. А он знал, что у Регины была констарфобия? Конечно, знал. Она на любой этаж, только по лестнице поднималась. Ясно. Спасибо тебе. Я займусь им поподробнее. Кривцов Егор 35 лет не женат. Он профессиональный программист. Шесть лет назад он проходил по делу о взломе банковских счетов. Но был отпущен за недостатным улик. А почему ему называют его альфонсом? Ну, потому что он год жил у Регины в ее квартире. Ну, нигде не работал. Видимо, жил за ее счет. Типичный кровосос. Не то слово. Ну, по крайней мере понятно, почему Регина связь с ним не афишировала. И куда ж он подался после изгнания? К матери вернулся. В их двухкомнатную квартиру там и проживает. Ну, и как я понимаю, на работу этот Егор, ухажер, так и не устроился. Не устроился, Андрей Борисович. Вот тут самое интересное. Смотрите. Егор работает программистом в компании «Софтиссимо». Так вот, офис этой компании находится на седьмом этаже того самого офисного здания. А когда снято это видео? Вчера утром. За час до того, как в здание вошла Регина. А кто тут на видео рядом с Егором? Поликарпова Олеся Николаевна. Ей двадцать семь. Она не замужем. Работает программистом в той же компании «Софтиссимо». А криминального на нее ничего нет. Володя, а где сейчас они находятся? Ну, телефон Егора выключен с ночи. А телефон Олеси... ...регистрируется по адресу офиса. Все, на работе все подчистила. Отлично. Наши поиски через сорок минут. Егор, я боюсь. Нас поймают. Эй, ты чего, подруга? Дело сделано. Отступать некуда. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Вы снова к нам? Снова. Только не палите, что мы из полиции. Вот та парочка. Давно сидит? Парень пришел где-то полчаса назад. Весь какой-то дерганный. А девушка только что подошла. О, нас походу спалили. Ничего. Разберемся. Добрый день, уважаемый. Стоять! Я убью ее! Стоять! Ну, ты чего? Корочки ваши спрячьте. Ага. Оружие. Оружие на пол. Естественно. Медленно, чтобы я видел. Хорошо. Все, все, все. Видишь? Кладем, кладем. Кладем, кладем. Быстрее! О, лови! Ну-ка, посмотрим, что у нас здесь. Отпусти козел. Да? Не делай мне нервы, понял? Ого! А тут было из-за чего нервничать? Ты козел. Ты использовал меня как живой щит, да? Козел. Слушайте, что вы ко мне прицепились? Шел по улице, смотрю, сумка, а в ней деньги. Не оставлять же ее было. А в сумке еще с деньгами пистолет лежал, да? А откуда вы знаете? Так это ваша сумка. Тогда извините. Я же не знал. Хватит поясничать, Кривцов. Хороши шутки. Выражились пистолетом. Взяли заложника. Еще оказывали сопротивление вооруженное. Сотрудникам полиции. Откуда деньги, Кривцов? Не понимаю, как так вышло. Егор влез мне в душу. Не знаю как, но я попала в зависимость. Ну, по ходу пьесы, этот фокус, он не первый раз проворачивается. Я все расскажу. Так. Наша компания получила крупный заказ на программное обеспечение для банка «Цветмет». Угу. И Егор подговорил меня поменять код. В общем, мы сделали в программе «Бэкдор». Бэкдор чего? «Бэкдор». Дословно означает «задняя дверь». А, ну я знаю, да. Это тайная лазейка, которую программист оставляет в коде. И через нее он получает доступ удаленного управления всеми ресурсами. Операцию проведу завтра. Деньги обналичу через пять банкоматов в разных банках. Камеры на банкоматах отключу. Но «Цветмет» все равно обнаружит утечку. Не раньше, чем через день-два. Мы будем уже далеко, и это будем не мы, а люди с другой биографией. Счастливые, свободные. И глупые. Так ты со мной или нет? С тобой. Все, пойдем. О его бывшей, о Регине, вы слышали что-нибудь? Бывшая Регина? Нет, не слышала. Да что ж это такое-то? Опять взяли не того парня. В смысле не того? Человек 30 миллионов хапнут. Ну к убийству Регины Егор точно не причастен. Нельзя одновременно готовить два таких сложных преступления. А я вот что подумал. А если убийство Регины связано не с личными мотивами, а с ее коммерческой деятельностью? Так, так у нее же это фабрика игрушек. Они там что производят? Пазлы всякие, головоломки? Нет, Тимур. Фабрика IQ производит роботов для детей. Всякие говорящие, поющие, танцующие игрушки. Плюс умные колонки. Плюс радиоуправляемые модели. Сами понимаете, эта продукция не дешевая. А спрос большой и обороты у них приличные. Кажется, я понял ход твоих мыслей. Кто занял место Регины? Вот. Директором фабрики стал бывший топ-менеджер. Сейчас я вам покажу. Вот он, Воронин Леонид Юрьевич. Ему 38, он не женат. И я в соцсети обнаружил информацию, что у них с Региной был конфликт. Тух, ты видел? Второй раз за день на меня покушение. Ой, слушай, скорую тебя не вызвать, а? А что, тебе смешно, что ли? Ой, все, хватит. Леонид Юрьевич, здравствуйте, мы из полиции. Есть пару вопросов. Поговорим? А вот все-таки, если бы меня раздавило. Извините, я не специально. Да? Испытателя отвлекать нельзя. Понятно. Вот вы директор, почему вы сами испытываете свои модели? Слушайте, ну в нашем бизнесе случайных людей нет. Я, например, не только директор, но и разработчик этой модели. Ага. Ну два в одного-то всегда хорошо. Слушайте, нас волнует ваш конфликт вот с Региной Сильвановой. А, вот у нас что. Регина, а сегодня не кажется, что наши игрушки – это вчерашний день. Нам давно надо переключиться на игры со всеми виртуальной реальности. Лень, давай так. Пока я директор, я определяю стратегию развития. Не забывай, что мы производим игрушки не только интеллектуальные, но еще и добрые. Вот и весь конфликт – чисто рабочий момент. Люди порой любят раздуть из мухи слона. Да? А ради управляемых слонов вы случайно не делаете? С ладом. С ладом. Кстати, неплакая идея. А вы не знаете, кто мог желать Регине зла? Вообще-то знаю. Лень, встречу с партнерами перенеси на послезавтра, пожалуйста. У меня завтра сеанс с Ростиславом. Слушай, твой экстрасенс, мошенник и шарлатан. Неужели сама не понимаешь? На фабрике только я знал, что у Регины клаустрофобия. И только я знал, что она посещает экстрасенса, некого Ростислава, который якобы ей помогает. Я вот считаю, что такие люди увидят у человека всю подноготную, а потом становятся наводчиками для криминала. В умышленно остановленном лифте от приступа клаустрофобии умирает Регина Селиванова. Выясняется, что подозреваемый в организации покушения бывший парень Регины Егор Кривцов во время ее гибели был занят организацией другого преступления. Коллега Регины Леонид Воронин утверждает, что к убийству может быть причастен экстрасенс Ростислав, на сеансы которого ходила Регина. И снова здравствуйте. И снова привет, Эмма. Я кофе заказал, что я принесу. О чем хотел поговорить? Тут всплыла тема с экстрасенсом Ростиславом. Тебе о нем что-нибудь известно? Ну и что там твой экстрасенс с тобой делает? Чакие магические обряды? Нет, никаких танцев с бубнами. Ростислав не такой. Мы просто говорим. Он волшебный. У меня такое чувство, что он обо мне все знает. Прикол в том, что он правда помог Регине. И у нее закончились приступы. Правда, потом случилось обострение. Угу. До сих пор не могу поверить, что Регины больше нет. Я понимаю. Но давай попытаемся переключиться и смоделировать ситуацию. Кто-то звонит и говорит твоим голосом, что такое он должен был сказать Регине, чтобы она сорвалась с места и, несмотря на свой страх лифтов, помчалась к тебе. Ну, дай-ка подумать. Да, Эмма, еще вопрос. Вы ведь уже обращались с вашим проектом в другие фонды, организации. Почему вам отказали в кредите? А просто оказывается, для кредита нужен серьезный поручитель. Но теперь он у меня есть. По уставу Регина не могла выступать гарантом от лица своей фабрики. Но быть поручителем как частное лицо она могла. И преступник вполне мог позвонить и сказать, что срочно нужна ее подпись как поручителя, и она бы прибежала. Угу. Спасибо тебе, Эмма. Это очень важная информация. Ярцев Ростислав Олегович, 39, не женат. Значит, окончил психологический факультет, работал по профессии. Но пять лет назад объявил себя экстрасенсом и открыл экстрасенсорный салон Вита Лока. Интересно, как это его озарило экстрасенсом-то стать, а? А тоха, а ты знаешь, сколько они зарабатывают? Вот я бы тоже пошел бы. Вижу, вижу. Звезда майора упала на погоны. Чего? А, извините. Там каких-нибудь скандалов с этим шарлатаном не было? Ну, почему сразу шарлатан? Регине-то он действительно помог? Ну, пусть даже и на время. Ну, да, и жалоб на Ростислава нет. Но это пока нет. Будут. А чего? Так, и где он сейчас? У себя в салоне. Ведет прием в обычном режиме. Вот, Паша, съезди-ка ты к нему на прием. А при необходимости сам его примешь. Ой, Андрей Борисович, а как мы Пашу-то отправим без этого, ну, защитного амулета? Для оперативника лучший защитный амулет, Дима, это пистолет. Только ты, Паша, без необходимости его не активируй. Окей. Да. Здрасьте. Здрасьте. Граждан, явочную порядку принимаете? Обычно принимаю по записи, но в некоторых случаях могу и без очереди. Присаживайтесь. Что у вас стряслось? Вы же экстрасенс. Вы мне скажите, что у меня стряслось. Понятно. Значит, помощь нужна не вам, а мне? Вы из полиции. Пришли ко мне в связи с тяжелым преступлением. Так. Ну, вы уже на верном пути. Хорошо. А может быть, скажите, о каком преступлении идет речь? Видимо, речь идет о Регине Селивановой. Да, я с ней работал. Ну как, Регина, хорошо вам здесь? Да. Свежий воздух, тишина. Просто прекрасно. Сохраните в голове этот образ. Проигрывайте его, когда будут сложные моменты. Как проигрывать любимую музыку? Как вы, наверное, уже догадались, в моем случае слово экстрасенс – это только рекламный трюк. За излечение от неизлечимых недугов и прочие чудеса я не берусь. Я неплохой психолог, умею считывать людей. То, что вы из полиции, считать мне сложно, поверьте. Да? Ну хорошо. А как вы догадались, что речь пойдет о Регине? А я ошибся? Нет. Квастрофобия в потенциале смертельно опасна. Но других таких пациентов у меня не было. Вы не ошиблись. Регина погибла. Точнее, ей помогли погибнуть. Вот так вот. Безумно жаль. Но, кажется, я мог быть вам полезен. Слушаю. Ведь вращатные тайны я больше не связан. Ростислав, я вам так благодарна. Я просто чувствую себя другим человеком. Извините, я отвечу. Да. Господин Орехов, а можно я как-нибудь сама решу без ваших указаний? Можно, да? Спасибо. Звонить мне больше не надо. Понимаете, какая штука? При лечении квастрофобии важно, чтобы человек находился в состоянии душевного равновесия. Кажется, Регине угрожали. В результате она стала пропускать сеансы. А потом вообще перестал отвечать на звонки. Понимаете? Угу. Орехова такого знаете? А выяснять я не имел права. Тайна частной жизни пациента. Нет, ну, врачебнатика это, конечно, хорошо. Но когда это угрожает жизнью человека, как тогда быть? Ну, возможно, вы правы, но правила устанавливаю не я. Так, Андрей Борисович. Орехов Евгений Иванович. 47 лет, женат, трое детей. Довольно крупный и успешный бизнесмен, владелец сети продуктовых гипермаркетов «Вкусовик». О, вкусовик. Вот такой вот, напротив моего дома. Цены, я вам скажу, заоблачные. Вот, вот. Вкусно, но грустно. Ну, а что-то криминальное на этого заоблачного бизнесмена имеется? Я прогнал его изображение через программу с познаванием лиц. И одна из дорожных камер выдала совпадение. Вот видео. Подожди, подожди. А рядом с Ореховым это кто? Инженер Данилов? Это ж очень похоже на встречу заказчика и исполнителя. Вот именно, Андрей Борисович. Кроме того, я закончил проверку системы компьютерного управления лифтами в офисном здании. Так вот, хакерская атака – это фейк. Команда на остановку лифтов поступила с компьютера Данилова. Так вот, какой ты, Данилов мастер. Вот, паньки. Граждане, ну-ка, дайте пройти. Полиция. Так, а ну, разошлись все, разошлись. Что тут интересного? Давайте, 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 давайте. Ну, что, сам упал или помогли? Не знаю. Может, и помогли. Да, и раны на Ильске явно от удара острым предметом. Ну, не от падения же он ее получил. Ну, да. Значит, точно. С кем-то боролся. В умышленно остановленном лифте от приступа клаустрофобии умирает Регина Селиванова. Оперативники устанавливают, что незадолго до этого Регине угрожал бизнесмен Евгений Орехов. Орехов был в сговоре с инженером Даниловым, который и вызвал остановку лифта. Данилова находят убитым. Вызывали, Андрей Борисович? Да, Володя. Что там с Ореховым? Ни сам Орехов, ни кто-либо из его компаний сегодня в районе офисного здания не появлялись. Ну, а где сейчас-то он находится? Телефон движений по городу на машине ездит. Ясно. Свободен. Эмма, подпишите отказ от строительства. Это лишь вопрос времени. Денег вам все равно никто не даст. Посмотрим. Да что смотреть? Ложные вами средства мы возместим. Пошли вы. Дорогу знаете? Можем идти по-плохому решить. Закопаем вас здесь, в вашем же котловане. Э, ну-ка, ребятишки! Бросьте свои хлопушки! Я дурец! Бросай оружие! Быстро! Идиот! Бросай пистолет! Нам перестреляют! Так! Сюда! Молодец! Какой молодец, послушайте! Руки заприну! Надо же! Трое мужиков! На беззащитной барске, ну как? В порядке. Ну а с вами мы разберемся. Да. Погорелая на старости лет. Да, начало интересное. Ждем продолжение, так сказать. Это место, куда эта дурочка Эмма вклинилась со своим киберспортом, давно было выбрано для строительства нашего нового торгового центра. Были достигнуты договоренности. Подтянуты серьезные люди из подрядчиков. Ну и распилу, конечно, обговорили. Ну какая стройка без распила? Золотое дно. Слышь, распильщик, давай рассказывай, как вопрос с Эммой собирались закрывать? Да как закрывать? Взятка, как обычно. Но люди в мэрии сменились. Я стал изучать вопрос. Мои люди узнали о Регине, стали за ней следить. Поймите, Евгений Иванович, я не могу просто взять и отказать Эмме. У нее поддержка в мэрии. Нас строго контролируют. Без поручителя у вас есть основания кредит не давать. Вот пусть поручителя не будет. Мои уговоры на эту особую не подействовали. Мне все равно, как вы это сделаете. С меня информация и деньги за ваши старания. Пойдем, подвезем. От Васина приехал его человек, Данилов. Я передал ему аванс за работу. Ну, остальное, вы сами все знаете. Я вот одного не понимаю. Зачем вы на Эмму-то наехали, если были уверены, что денег ей никто не даст? Конечно, не даст. Это все равно, что выкинуть их на ветер. Да что ж не подождать-то было, а? Недельку-другую, а? Ну, видишь, ситуация бы сама с собой рассосалась бы. Да давить-то меня начали. Требовали ускорить решение. Начали семье угрожать. Я не мог больше ждать. Так, телефон Васина регистрируется в офисном здании. И машина его с парковки не выезжала. Туха, погнали? Да, пока птичка не упорхнула. Куда-то торопитесь, да? Ах ты тварь! 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 Отпусти его! Отпусти! Это все он! Успокойся! Это он Никкину убил! Да мы в порции, мы в порции! Тихо, тихо! Давай, иди сюда! Мой милый хлеб! Пошли! Все, все, все! Успокойся! Ну что, гражданин Васин! Побеседуем, так сказать, на социально значимые темы! Вы еще издеваетесь? У меня поддержка тоже есть! Я этого так не оставлю! Да, да, да! Вы не пылите! У нас и так здесь пыльно! Вот! Ваш заказчик Орехов сдал вас с потрохами! Ознакомьтесь! Да! Скотина! Хорошо, спрашивайте! Как вы втянули в дело инженера Данилова? Он, знаете ли, сам с удовольствием вовлекся! Твоя доля? Свою половину я забрал, остальное Орехов обещает после исполнения! Хорошо! Я все придумал! То, что у этой Регины клоустрофобия, нам на руку! Все будет выглядеть, как несчастный случай! Скажи, у тебя еще есть та программа о подделке голосов? Да, есть! Куда она денется? Я только придумал план! А все сделал Данилов! Я лично никого не убивал! Я лишь организатор! А что вы так об этом легко говорите, Васин? Организатор преступной группировки, это серьезно! Так Данилова-то вы сами убили или только организовывали убийство? Он сам из окна выпрыгнул! Я его не убивал! Ага! А я женщин ни разу не видал! Что вы врете-то, а? Вот, пожалуйста, вы, конечно, пытались замыть кровь! Но наши эксперты обнаружили следы крови на уголке сейфа! Вот гражданина Данилова, все верно! А что я читаю? Это сами читайте! Так что у вас там произошло-то, Васин? Все, Вадим, игра окончена! Не понял ты о чем? Кто-то со стороны влез в систему! И что? А то, что там сразу видно, что никакой хакерской атаки у нас не было! И что я сам все сделал! Успокойся! Никита, успокойся! Успокойся! Я иду в полицию! По винную голову меч не сечет! Да стой ты, болван! Развали ты! Эй! Эй! Ты подвох, что ли, болван? Я не хотел его убивать! Получилось случайно! Заметался, запаниковал! Решил тело сбросить из окна! Потом хотел сразу убежать, но подъехали ваши люди! Я испугался и решил выждать! Блин, что по-моему, какое-то не самое умное решение! Правда? Согласен! А что мне оставалось делать? Надо было добрыми, благородными, социально значимыми делами заниматься, Васин! Как вам должность ваша велела! А не людей убивать! Ох, ну на наших ребят и произвела впечатление! Серьезно? Да, говорят, сражалась с Васиным, как тигрица! Хорошо, хоть не убила! А как ты поняла, что Васин причастен к делу? Прикалываешься, я программист или как? Так же, как и ты, выяснила, что никакого хакерского взлома не было, а дальше задача решилась просто! Вот только... Что? Ну, получается, Орехов добился своего и никакой стройки не будет! Ошибаешься! Я свяжу тебя с ребятами из одной солидной компании, с удовольствием впишутся в твой проект, еще и с финансами помогут! Ничего себе! А почему это ты вдруг решил мне помогать? Ну, на это есть 33 причины! Ну, давай начнем с первой! Ты мне нравишься! Ладно! Другие причины можешь пропустить! Видишь, кометы сгорающих звезд! Знай, это я загадал сто желаний! Строим из прошлого в новое мост! Из поцелуев надежд обещаний! Я головою твоих милых ног! Губы мои тронешь нежно руками! Пусть улыбнется сияющий Бог! Пролетая над нами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok